Ну, парк это является всесторонней программой развития, которая нацелена на разработку проекта в архитектурном году 2020 года в Республике Армии. Основная цель глобальной программы первую очередь только создать объединенные места для жителей региумов в городе, парков, соответственно, садов и озеленения города, а также обеспечить реабилитацию города после разрушительного землетрясения в 1988 году. Эволюция проекта, в частности, включает трансформацию территорий, социально-культурное перевоплощение проекта будет длиться несколько лет, в первую очередь для того, чтобы обеспечить все работы, перейти, отстраиваться к улучшению общего вида города. До конца 2020 года мы работаем по концептуализации данного города, одновременно будет объявлено соревнования по отдельным элементам архитектурного проекта. В октябре 2020 года мы попытаемся представить последние разработки социально-культурных проектов. Потом начнется строительство, где-то 2-3 года будет длиться строительство, но парк будет готов уже для посетителей летом 2021 года, когда основные работы будут закончены. Общее видение парка состоит в общем анализе понятия основного подхода к использованию парка. Здесь культурные элементы и элемент отдыха. Мы пытаемся, конечно, обеспечить предоставление информации всем гражданам, заинтересованным в процессе из-за пандемии. Проект сейчас разделен на две части, одна в Армении и другая в России. Мы, конечно, готовы со всеми встречаться оффлайн, но в данный момент у нас основной план в обвлечении жителей в процесс разработки проекта, потому что мы считаем, что для будущих пользователей это очень важный момент с точки зрения проведения общей оценки ситуации и представления основных идей. Я сейчас напомню основную информацию для участников соревнования среди официальных языков. У нас английский и русский, то есть все материалы должны быть предоставлены или на русском, или на английском, соответственно. Основная цель данного соревнования в первую очередь включить как частные, так и отдельные общественные элементы в разработку дизайна парка, то есть будут общие показания, их можете найти в определении задач, будут номинации, которые мы представим в конце вебинара. И что касается временных рамок, 29 июля, это последний сорт на предоставление основных заявок. В сентябре 22-е мы оценим все заявки, ну и, конечно, сессии уже мы объявим 19 октября победителей соревнований. Спасибо. А сейчас обговорим общую ситуацию. Город Парк, Юмрии второй по размеру, город Республики Армения, и есть разные источники информации, ну, касательно истории, начиная с 7-го года город был основан, довольно богатая история. За период этой истории названия данного города менялась, так как Армения принадлежала, ну, эта территория принадлежала различным странам. Я попытаюсь представить все те основные элементы, которые могут воздействовать на предоставление ваших заявок. Ну, исторический Гюмри – это город, ну, город назывался Кумайли, в частности, когда он назывался Кумайли, этот период времени был, период развития, основывались церкви, монастыри, образовательные центры. Здесь были как турки, так и персы. После русско-турецкой войны Гюмри стала частью Российской империи, и практически один из самых развитых городов в Южном Кавказе на данный момент была миграция и миграция, то есть по направлению Гюмри. И Армении начали возвращаться в город. В 1897 году Николай I менял Гюмри в Александрополь. После создания вокзала уже железнодорожного, в 1899 году Александрополь стал одним из крупных городов республики, позже уже республики Армении, а уже в 1917 году город, после революции, город переименовали в Ленина-Кан, и на конце нас был индустриарным центром в Армянской Советско-Социалистической Республике, и практически первый международный аэропорт был основан в городе в этом периоде. В этот период также был основан парк, то есть в середине 20 века уже, у него была очень своеобразная структура, он был предназначен для использования в советский период времени, ну, много мест отдыха, танцплощадки и другие места развлечения были предусмотрены в парке на данный период времени. Я извиняюсь. Конечно, разрушительное воздействие на данный парк и на город в целом на землетрясение 2028 года, и многие места в Гюмрии до сих пор остаются еще в виде, который они приобрели после разрушительного землетрясения. На данный момент и до сих пор Гюмрии очень обычно ассоциируется с городом трагического землетрясения. Но одновременно после землетрясения многие страны начали помогать Республике Армении с целью восстановления городов, и определенная часть Гюмрии была восстановлена за этот период времени, и рядом с парком был построен госпиталь. Парк как таковой был переорганизован, переформирован, более такой социальную структуру. В начале уже 21-го года благотворительные фонды начали подействовать на общий вид города, начали внедряться и улучшать все такие общественные места, которые были в городе на этот ман, были предусмотрены. 20 семей, которые на тот момент еще жили в парке, были перевезены в новые дома, которые для них были построены. Естественно, родилась идея переформировать парк в парк, как таковой, какой он был всегда. Имидж города, естественно, основывается на некоторых исторических названиях Кумари, Александрополь, Нинака, соответственно. И вот поэтому стиль также архитектуры менялся за период времени, и все это делало архитектуру Гюмрии своеобразной. А сейчас уже Марина предоставит общую информацию о социальном контексте города Гюмрии, а потом мы уже продолжим. Спасибо. Ксения, добрый день. В первую очередь я представлю общую структуру. Расскажу об истории, о культуре. Наша команда работает в Гюмрии, ну, работает, так, онлайн, в режиме онлайн из Москвы. Ну, мы смогли также собрать необходимую информацию, провели интервью в социальных сетях, провели общие исследования. В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, которые участвовали в данном проекте, предоставили нам свои мнения, очень важную информацию. Спасибо большое. Можете также видеть общий список всей собранной информации, данных на слайде. А сейчас попытаемся поговорить, ну, в нескольких словах об истории. В первую очередь две стратегии строительства Гюмрии. В первую очередь необходимо учитывать все эти основные происшествия, связанные с городом. А второй элемент, более специфичный, такой местного значения, когда город назывался Кумари, Александрополь, Ленинакан, Гюмрии, то есть практически четыре слоя истории и исторических событий произошли. Но, естественно, историю можно разделить на три основных эры. Очень интересно здесь, что связано с Гюмрии, то, что можно практически видеть все эти исторические слои в существующей городской структуре города и в понимании населения Гюмрии. Это означает, что некоторые ассоциируют себя с Александрополем, ну, или своих предков, да, то есть имеют определенные культурные понятия, отношения к истории города. Некоторые ассоциируют себя к Ленинакану, то есть к советской культуре и наследию. А одновременно более молодые, то есть постсоветское население связывают себя, ассоциируют себя с современным имиджем города. Учитывая, конечно, традиционно исторически созданные типы, образы жизни, и, соответственно, необходимо создать вот именно гибрид вот всех этих трех или четырех концепций понятия отношений города к его истории. Вот, к примеру, Черная крепость — это первый уровень. Второй уровень — это текстильная фабрика, которая символически остановилась, не работала в трагический момент Дмитриевича Нескитаке в 88-м. И уже в постсоветский период, практически современное искусство, мы вернемся к теме планирования города, а сейчас уже перейдем к городу, к ремеслам и городу отдельно. Гюмри всегда оставался и остается городом культуры, да, вот эти ремесла, креатив. Идея в том также, что из Гюмри много олимпийских чемпионов, лидеров в секторе культуры и информационных технологий, они все из Гюмри. И практически Гюмри является городом также традиций, культуры, искусства, технологий, спорта. Вот еще один очень важный элемент касательно населения города — это понятие местных, о статусе второго города по размерам в Республике Армения. Ну, учитывая, конечно, культурно-антропологический анализ, проведенный Гаяны. Спасибо, Гаяна, кстати, огромное за достаточно всесторонний анализ. Я заметил, что вы к нам присоединились. Так, соответственно, есть соревнования, так сказать, конкуренция между Гюмри и Ереваном, когда города развивались в определенных направлениях и пытались показывать друг другу, насколько экономически и культурно развиты. И, соответственно, все это исходит из довольно сильного местного патриотизма, что, конечно, отображается в архитектурной строительстве города еще, учитывая то, что город очень старый. Идея, в первую очередь, основывается на исторической нарративе, местных подходах, понятиях, и на том, что народ Гюмри талантлив во всех секторах деятельности. Также вот подход, когда гюмрийцы практически вот такие картинки делают и пишут на них, что Гюмри – это центр вселенной. Ну, и центр всей планеты. Я хотел бы еще поговорить о народе, населяющем Гюмри. Есть основные, так сказать, ключевые группы. Отдельные части города, которые называются в честь ремесел, которые там были созданы, развивались, а также в честь тех гостей, которые там бывали, в частности, из России. А сейчас социально-культурный имидж, который восприятие местного населения. Ну, гюмрийцы, они сами себя ассоциируют с некоторыми ключевыми элементами, то есть есть определенные элементы, из которых создается местная идентичность, которые исходят как извне, так и существуют внутри. В первую очередь, консерватизм. Консерватизм, в первую очередь, ассоциируется с традиционными подходами и ценностями семьи. Вот эти подходы послеиндустриальных городов, в первую очередь, учитывают элементы строительства архитектуры, определяют образ жизни. И также ситуация такова, что ночной жизни нет, то есть с точки зрения традиционных подходов ночной жизни не должно быть. Очень строгие подходы именно к таким ценностям. Но создаются также новые семьи, которые предпочитают жить в больших городах, в Ельване, в частности. Гюмри — небольшой город, но для гюмри знакомства, связи очень важны, и соответственно, все эти отношения также связываются с интерпретацией общей ситуации и ценностями, которые существуют в городе, в обществе. Гюмрийцы также знаменитые своим тасибом, ну, это честь, честолюбие и приверженность традиционным ценностям. Ситуация, конечно, менялась, учитывая качество жизни, руины, оставшиеся после землетрясения, естественно, имели свое воздействие на образ жизни. И три десятилетия прошли с тех времен, но за весь этот период времени некоторая часть населения продолжает жить в тех же условиях. В некоторых случаях это неменяющаяся ситуация воздействует на поведение населения, они, естественно, вырабатывали новые стратегии улучшения образа жизни, хотя бы есть другие характерные черты, это, конечно, диалект и чувство юмора. Чувство юмора исторически принятый подход к пониманию жизни и ценностей, в частности, ассоциируемый с гюмрицами. Как вы можете заметить, на слайде об этом тоже отмечено, отметено также вот посредством таких маленьких памятников чувства юмора и диалект и формы разговора и жестикуляции. Спасибо. А сейчас когда мы уже переходим на научное исследование на городском уровне, попытаемся понять диктарных ситуаций. Слово дружба в армянском имеет особое значение. Это включает также отношения родственные, семьей, друга. и понятие дружбы после землетрясения со временем менялось как слово схожее со словом родство. И конечно предоставляется огромная помощь со стороны различных стран, Армении и гюмрии в частности. После землетрясения и есть некоторые топонимы, которые нам рассказывают о ситуации, об истории, о восприятии, о эмоциях. И вот самые популярные топонимы. текстильная фабрика с парком и эта часть города также называется. Территория являлась местом для отдыха рабочих данной фабрики. Площадь Азнавура также можете видеть на слайде и план. Площади в форме круга. Сейчас называется во имя некоторых известных деятелей искусства. Напоминает ландшафт, который существовал там прежде. Ну, сначала здесь был лес, потом была построена часть города. и гостиница Ширак стояла в центре данного парка. После землетрясения здание, конечно, было разорено, так и стояло там. Также местные называют это место наш парк. Ну, те, которые живут по соседству. исторические. Конечно, города и городская местность связана с памятью, с историей, некоторой части города Гимири связаны с советской историей. Вы можете здесь видеть уже карту парка, там фонтан и отдельные части. Поэтому мы обсуждаем отдельные архитектурные элементы, которые можно восстановить в будущем парке уже, которые существовали и в советское время, и которые можно сейчас перестроить, учитывая новые функции парка, которые рассматриваются на данный момент. Также запах на данной карте отмечены места фонтанов. Сейчас сегодня ничего там не осталось, конечно, но это достаточно традиционный элемент. и некоторые воспоминания исторических периодов жизни гюмри связаны именно с отдельными частями парка, и парк дружбы являлся довольно хорошей платформой для развитых инициатив театральных представлений, фестиваля рок-н-ролла в гюмри. Следующий слайд, пожалуйста. Конечно, для последующих поколений данная часть парка уже не рассматривалась как парк вообще. Там же люди Азии. Для некоторых парк превратился в частную территорию. 30 лет. И в результате волны миграции территория парка была использована для беженцев. И до сих пор, до недавнего времени, 27 еще проживали на территории парка. И в прошлом были другие инициативы реструктуризации парка, создание мемориала. И в рамках «Будь другом» проекта «Будь другом» были рассмотрены некоторые новые подходы. В настоящем конечно данная территория не рассматривается как дружественная ни в таком смысле. Это больше разоренное место, где живут уличные собаки. Сейчас это больше такое очень благоприятное место для времяпровождения. И сейчас я попрошу уже коллегу рассказать о том, как будет парк выглядеть в будущем. В большинстве случаев мы пытаемся сохранить связи между прошлым и будущим при строении нового парка, что очень важно, конечно. И здесь только психологическое восприятие, а также и материальные элементы. На слайде можете заметить некоторые мнения, выраженные местными касательно трансформации парка. Ну, если вы сейчас не заметите, ваше мнение не означает, что оно не будет учтено. А сейчас во что превратится парк. Спасибо, Марина. А сейчас я расскажу об идее будущего парка. В основном парк будет переименован, будет назваться французским. основной изменения. Мы пытались также развить видение. Идея в том, что будет несколько уровней. Мы попытаемся создать традиции, эмоции прошлого и будущего. новые поколения и более опытные, более консервативные подходы. Вот восприятие именно этих людей будут учтены. Процесс начался после землетрясения, конечно, на данный момент в нашей практике. Это означает, что парк будет работать как парк. И с точки зрения городской среды парк будет местом, где будут внедряться как местные, так и международные инициативы. Парк это мост между старым центром и новым будущим центра. следующий слайд. А сейчас я вам немножко расскажу о городе. И как мы будем интегрировать новый парк на городском масштабе. 54 квадратных километра площадь Гюмри. Есть международный аэропорт на юге города и жизненно наружная станция. Разные части Гюмри не связаны друг с другом. Истальская часть это юго-запад и это будет географическим центром после того, как будут построены или восстановлены части. Города есть своя идентичность. она основана не только на отдельных инфраструктурных аспектах, а также на традициях. Репутация в частности исходит из репутации людей и семей, которые там живут. парк находится между центром и северной частью города. 14 минут длится путешествие на машине с одного конца к другому. В основном все сконцентрировано в центре города пешеходных дорожек, конечно, многоквартирные дома, есть также и двухэтажные дома, есть также рекреационные отдельные части города. Все это будет основываться на прогрессивных смарт-решениях. и третье это это маленькое место. В нескольких направлениях. Эволюция парка не только обеспечит население новым общественным местом, а также будут изменения в общем части города. Вертикальный путь в первую очередь соединяет отдельные части города северную и южную, а горизонтальная линия связывает многоквартирные дома и инфраструктуру каждодельного пользования. Будут совмещены функции, местная как бы достопримечательность, общественное место и место проведения отдыха. Что касается требований касательно времяпровождения для молодежи, будут учтены именно эти требования. Восточная часть прилегает к индустриальной части, западная часть, в западной части будет построен мол, широк-мол, и рядом с гостиницей широк. На юге больница, также электротрансформаторная станция. Учитывая все это, мы предлагаем, что восточная часть останется как есть, а вот в западной части будет более активный отдых. То есть восточная будет более пассивный отдых и развлечения в западной части. Осталось после предыдущего парка, остались ворота, вход. Что касается инфраструктурных объектов, она была полностью инфраструктурной. Уничтожена после землетрясения. И вот здесь можете видеть, что находится по соседству. Вот первая картинка это широк молл в будущем уже и квартирные блоки, а далее уже здание завода и фабрики. то есть видение переорганизации парка основывается на роли данной территории и территории прилегающих к ней. в первую очередь это место развлечения. То есть парк развлечений будет прилегать больше к южной части, ну, юго-восточной. На юго-западе, я извиняюсь. В восточной части будет более пассивный отдых. будет также игровая площадка для детей рядом с многоквартирными домами, то есть более спокойная часть будет там. То же самое будет, конечно, и рядом с больницей. Вот скамейки, больше зелени, а также могут быть созданы возможности демонстрации результатов работы ремесленников. Будут отдельные павильоны, использованы с целью отдыха, образования, науки. По двум сторонам основных дорожек будут созданы такие павильоны. Есть специальная организация, которая предоставит возможность пользования парком для различных групп пользователей и будет создана возможность эффективного содержания всего созданного за период времени. Спасибо, Ксения, передаем слово. Добрый вечер. В следующих слайдах я представлю социально-культурное наследие города. И то, что мы предлагаем, что касается нашего регламента, мы проанализировали программы и все мероприятия проводим в городе и попытались привести в баланс. Естественно, они имеют огромное значение в существовании будущего планирования и программирования, то есть, чтобы мы не создали какую-то отдельную отдельную программу, которая будет состоять отдельно от жизни города, а была интегрированная жизнь города соответственно. Вот здесь те более используемые места в городе, центр, естественно, где общественные места часто используются, и маленькие уже круги менее используемые территории города. Вот основные точки концентрации населения, но на Севере, как вы заметили, уже есть огромный потенциал соотрудничества образователей которые там находятся. Что касается мероприятий с правой части, вы можете заметить, довольно очевидно показывается баланс с точки зрения количества отдельных мероприятий, то есть дисбаланс очень четко нужно заметить, также сезонный дисбаланс можете также отметить насколько разные группы пользователей, необходимы это учиться для того, чтобы создать эффективное использование парка с целью общественного общественных ценностей развития туризма. Естественно, мы провели анализ существующей ситуации, попытались понять, как она может развиваться в будущем. Естественно, пользовались также помощью нашего антрополога, наших антропологов и различные контексты естественно дают возможность организовать нашу работу в разных направлениях. На слайде мы показываем, насколько наша программа рассматривает отдельные навыки, которые могут быть использованы для воплощения отдельных частей парка. Эта концепция естественно в первую очередь намекает на улучшение возможности дружбы, направления которой были созданы, были сделаны первые шаги в создании данного парка, что можно продолжить. Естественно, мы определили также некоторые элементы, которые были оценены нашими антропологами. Есть тенденция создания отношений, учитывая также географический территориальный аспект данной местности. естественно это также зависит от того, что социально-культурные элементы данной работы недостаточно сильны, не укреплены на данный момент для того, чтобы проводить работу в этом направлении. Есть предложение нацелить некоторые элементы нашей работы на развитие мест времяпровождения для детей. Мы сотрудничаем естественно с многими группами населения, чтобы понять в каких целях может наш парк использоваться. Без сомнения могу сказать, что в парке будут проводиться значимые мероприятия, что естественно привлечет туристов. Для нас очень важно отметить, что мы будем концентрироваться серьезно на оценке нужд населения, чтобы была возможность создавать универсальные платформы для проведения мероприятий в будущем. Что касается дополнительных форматов, которые показаны внизу, что касается антропологического исследования, мы хотели бы провести, создать возможности для развлечений в первую очередь, в первую очередь, туристов. Что касается искусств, которые были отмечены, как отмечалось уже в юморе, это музей податков. Суды небом соответственно существует огромный потенциал развития программ в секторе искусства. Естественно, экскурсии, мероприятия, и парк может быть начальной точкой для проведения таких мероприятий. Мы надеемся, что будут также спортивные мероприятия, учитывая то, что юмори знаменит своим спортом. параллельно также в разработке новой концепции парка, проводится также программирование. Есть как линейные, так и асимметричные схожести. Первая тема это, конечно, относится к асимметрии, то, что мы разрабатывали и оценивали за период рабочего года. Первый элемент вещественного искусства, то есть, опять же, город, музей податковым небом и знаменит своими ремеслами. И в основном мы пытаемся совместить вот именно эти отдельные элементы, для того, чтобы сделать контекст более актуальным, связать искусство и ремесла гюмори с глобальными развитиями в мире. Второе, музыка. Мы знаем, что гюмори известен как современной музыкой, так и традиционной, народной, и мы хотели бы сохранить традиционность, но привнести некоторые элементы современной музыки. Что касается истории, культуры города, мы пытаемся вовлечь данный вектор развития местности с той точки зрения, что театр, в первую очередь, очень ценится гюморицами, но необходимо активировать некоторые элементы работы. Команд хотели бы привлечь молодежь в отдельные секции, обсуждение возможного развития театрального искусства в гюмори, проведение театрального фестиваля, и все это соответственно с использованием современных технологий, так как мы знаем, что город очень известен и знаменит своими технологиями тоже. И четвертый вектор, четвертое направление, это спорт, совмещение спорта и диалога между поколениями, здесь есть инклюзивные программы, проекты, и временный вектор, направление, это профессиональная программа, мы уверены, что в первичных этапах развития необходимо создавать платформы, которые могут быть нацелены на местных и могут быть применены по отношению к определенным дисциплинам, как ландшафтный дизайн, например. И здесь матрица мероприятий довольно очевидно устраивается, что мы пытаемся провести линии между отдельными секторами деятельности и векторами, каждый вектор содержит определенное мероприятие, которое кульминирует в определенный период времени наших работ, естественно, вовлекая всех групп, все группы пользователей, необходимо ответить также, что чем больше, чем шире контекст, тем шире мероприятие, как такое в первом векторе, соответственно, ну, векторе искусства. Программа начинается с образовательных лекций, отдельных секций для детей, далее уже городской контекст, уже выставки, сотрудничество с городскими властями, далее уже вовлечение деятелей искусства в национальном контексте мы хотели бы проводить в отдельных местах мероприятия касательно развития искусства, мы знаем, что все это очень хорошо получится, учитывая опыт, набранный в Биенале. Что касается музыки, у нас отдельные уже камерные концерты, музыкальные экскурсии по городу, а далее уже более традиционные и в конце уже годовой фестиваль. Каждый год проводится фестиваль, мы пытаемся также актуализировать некоторые элементы истории Гюмрии в рамках данных направлений, далее будут выставки уже и мероприятия и уже команды блокбастеры. начинайте все с проекта совместных команд и все это далее уже переходит в благостерные мероприятия, уже рок-фестиваль и спортивные соревнования. И вот здесь я уже возвращаю слово Ксении, она представит общую информацию и общую картину будущего парка. Спасибо. Вид парка совмещает в первую очередь природную характеристику и современные элементы и формы. Есть некоторые возможности внедрять архитектурные решения, новейшие решения улучшения общей местности, ландшафт будет сделан из природных материалов. Мы будем использовать также местные кустарники и деревья. Можете здесь видеть некоторые образцы таких парков, которые можно перевести в новое видение Гимбийского парка. А сейчас, когда уже контекст понятен, вернемся к нашему соревнованию. Как я уже отмечал в начале, в соревновании есть номинации, участники будут подавать заявки на три номинации, и по номинациям будут победители. Первая номинация это дизайн скамерек. Вторая номинация это стандарт архитектурных элементов, учитывая ситуацию, может быть использована как более индустриально коммерческая территория, и третья это павильон, Best Gardening School, называющийся. Скамейки будут практически на каждом шагу, рыночная территория будет быть использована как рынок, соответственно, остальное место отдыха для местного населения. Ну, мы считаем, что участникам будет дана возможность внедрения других более современных идей без ограничений на строительные расходы. Я бы хотел также напомнить, что есть альтернативный вариант участия, есть планы по разработке отдельных сессий для нахождения лучших решений расстановки объектов по парку, что будущие пользователи также участвовали в организации. Спасибо большое за внимание. На этом мы заканчиваем. У нас 15 минут для вопросов и ответов. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы в чате. Начинаем с вопросов, которые у нас уже есть. Какие древние элементы и материалы? То есть, что там остается в парке на данный момент, на данной территории? есть ли исторические места уже? Спасибо за вопрос. Могу сказать следующее. Единственный объект, который мы можем оставить, это ворота и несколько деревьев просто. Другие физические объекты не в таком состоянии, который можно опять использовать, но мы пытаемся сохранить физическую идентичность. Лицо парка, да, ну, или создать новое место для развлечения. Еще один вопрос. Кто может участвовать в соревнованиях? Любой, кто желает. Что касается отбора, основной критерий это, конечно, правильный подход и понимание темы. В первом раунде все должны заполнить форму заявки, ответить на вопросы, выслать видеоматериал, который будет демонстрировать, докажет существующий опыт в архитектуре и дизайне. У нас также есть особая просьба по социально-культурному программированию, возможно ли к вам обращаться по этим вопросам. Елена, ответь на вопрос, да, я могу ответить на вопрос, естественно, пожалуйста, обращайтесь с вопросами по данной теме, естественно, попытаемся по всем этим вопросам дать соответствующие ответы. Более того, у нас будет также отдельная сессия для участников и в ближайшем будущем мы сможем также обсудить возможности программирования. Надеемся, что все обсуждение сегодня будет о вас падать. Сейчас интересный вопрос. Я не участвовал в антропологическом исследовании, но я могу просто поделиться мнением о том, что надо делать. Так, в частности отвечаю на вопрос, а уже Мария позже сможет ответить. Пожалуйста, вышлите нам ваши заявки по адресу, а мы попытаемся понять, как будем работать. что мы сможем использовать бесплатно. Парк, конечно, будет соответствовать требованиям пользователей. Естественно, будут некоторые прикрепительные элементы, но в каждодневной инфраструктуре будут созданы, конечно, каждодневные использования, в первую очередь. Вот предусмотрены места развлечения для детей, проведение таких мероприятий, и, что очень важно, все это будет бесплатно для всех. я местный искусство, я художник, я бы хотел, чтобы мои работы были выставлены в парке, что я должен сделать. Ну, нас очень интересует этот элемент, возможность проведения организации выставок. мы ищем скульпторов, художников, пожалуйста, связывайтесь с нами по электронному адресу, который мы на сайте показали. Также будет зона для вернисажа, где художники могут арендовать отдельные места и, естественно, представлять свои работы искусства. Еще один вопрос на русском. Можете прочесть на русском, переведем, не беспокойтесь. Учитывали ли вы глобальную концепцию парка в рамках данного проекта или по отдельным номинациям работаете? Ну, вам мы предоставим все детали. На данный момент мы ожидаем, что участники соревнования смогут сами определить основные объекты номинации и каждая номинация будет оценена отдельно. Каждая номинация будет отдельно победителем по номинации. напомню, что мы еще ждем ваших вопросов. и если есть таковые, можете сейчас в чате отметить, а если сейчас вы еще не готовы задать вопрос, можете посмотреть, попытаемся. Да, уже вопрос Гайна задает. Сейчас земля парка приватизирована или еще принадлежит городу. Парк сейчас не принадлежит городу, но в будущем мы предусматриваем, что рассматриваем возможность ну это организационный вопрос, в будущем он будет решен, мы попытаемся понять, как все это будет организовано. Дизайн будет доступен онлайн, весь семинар будет записан, вы сможете его пересматривать, если вы участник соревнования, то вам будет переоставлена дополнительная информация. еще один вопрос, Всего три номинации или есть номинация по общей концепции парка, к примеру? Нет, у нас только три номинации, потому что вся концепция, то есть общая концепция является частью комплексной оценки. Парка и проекта в целом, и ваши заявки по трем номинациям будут являться частью вот этой глобальной идеи, глобальной концепции. Но если вы хотите участвовать и в других проектах, можете с нами стилизаться, мы готовы сотрудничать. Можем обсудить. Я сейчас вернусь к вопросу по приватизации. Сейчас парк принадлежит фонду Idea и фонд уже сам будет планировать работы в парке. Еще один вопрос. Есть ли возможность участия молодых дизайнеров, у которых нет опыта работы с большими проектами? Если вы архитектор, но у вас нет определенного опыта, можете участвовать, потому что здесь какие-то определенные специфические знания не нужны. Для того, чтобы заполнить заявку и разработать концепцию по трем номинациям. Спасибо, я вижу еще один вопрос. Бюджет определен уже по отдельным элементам по общей архитектуре. Спасибо, Лена. Как я уже отметил, цель номинаций состоит в том, что бюджет небольшой, но мы вам дадим некоторые точки. Отходы и попытаемся также развить креативное мышление. Нет, еще один вопрос от Мария Рыжко. Она спрашивает... Сколько участников приблизительно будет участвовать по номинациям? Спасибо большое за вопрос. Ну, не надо выбирать. Есть три номинации, и все участники должны представить заявки по трем номинациям, а победители уже будут по отдельным номинациям. То есть вы разрабатываете проект по всем трем направлениям, но победителем можете стать только в одном или во всех трех, отдельно. Кажется, больше вопросов нет. Спасибо. Да, если больше вопросов нет, можем просто поблагодарить. Да-да, конечно, поблагодарим всех участников. Да-да, еще один вопрос я вижу. Тигран спрашивает, если вам правильно все понял. То есть участники не будут разрабатывать мастер-план, да? Они просто отдельные элементы парка должны разработать. Ответ – да. Да, конечно. То есть не общий план парка разрабатываете. Разрабатываете отдельные проекты по всем, по трем направлениям. А сейчас, думаю, время уже заканчивать, потому что 5 часов у нас в Москве. Спасибо большое за внимание и за вопросы. Но если хотите, то есть если у вас есть другие вопросы, можете связаться с нами по телефону, по телефону, по телефону. Если на них ответить, спасибо, да-да, спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Надеемся увидеться, надеемся увидеть ваши предложения, ваши комментарии.